Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня умер отец, и я не понимаю, как я должна испытывать эмоции. Это травма, эмоции вы можете испытывать самые разные, это абсолютно нормально. В любом случае, потеря близкого родственника, даже если вы не общались, это всё равно травма, это всё равно очень серьёзное потрясение. Дальше. Я не понимаю, какие я должна испытывать эмоции, а откуда требования к себе, я имею ввиду, э, э, ну, испытывать какие-то эмоции, почему вы именно должны испытывать какие-то эмоции. Дальше. Вы пишите, мы живём раздельно уже десять лет. У меня на него была сильная обида, но до 15-16 лет я обиделась и общалась с ним, мама заставляла. Ну, обида, если её не прожить, да, она, как бы, ну, отравляла жизнь человека, а то, что она заставляла мама, ещё и вызывала злость, очевидно. Потом я начала понимать, что человек, он не путёвый, и не хотел общаться только из-за этого. Алкоголик только-только начал лечиться, умер, собственно, от этого. Ну, вообще-то говоря, это разочарование, я так понимаю, вы про него говорите. В последние годы наше общение состояло из случайных встреч на улице и сухого привета, его звонков на день рождения и короткого диалога. Ну, то есть какое-то взаимное отдаление. Я не понимаю, что должна чувствовать. Ну, на самом деле, сбегая чуть-чуть вперёд, я бы сказал, что вы что-то очевидно чувствуете, совершенно точно и совершенно очевидно, только себе в этом не признаётесь. Первые два дня я проревел, это были очень сильные истерики, потому что только всё начало становиться хорошо. У меня этот брат через него узнал всю информацию, он поддерживал хорошее общение. Ну, то есть, на данный момент это выглядит как то, что вы, значит, ну, в папе, по сути дела, оставили такую очень большую, очень важную часть своей личности, скажем так. И, соответственно, надеялись её получить обратно. Только у вас это, ну, не получилось из-за того, что случилось с отцом. Я хотел начать с ним выстраивать какие-то более-менее хорошие взаимоотношения. Да, а из какого чувства, то есть, вы назвали его непутевым человеком. Вот, и не хотелось с ним общаться. А что изменилось потом? Ну, как будто сбежал от меня. Ну, как бы, здесь скорее идёт, ну, как бы, здесь идёт перенос на папу, да? Здесь идёт перенос на отца, значит, ну, как бы, вашей реакцией. Вот. То есть, это вот вы чувствовали, вероятно, себя виноватой перед ним. У меня злость на себя за то, что опоздала, за то, что эгоистично думаю, сейчас он застал меня страдать. Да? Ну, вообще говоря, от счастья вы правы. От счастья. Вот. Только есть в этом ещё и ваша. И ваша ответственность в этом тоже есть. Ну, например, вы позволяли своей маме заставлять себя с ним общаться. Да? Вот. Мама с ним общалась. Вот. 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 Такая история. Дальше. Близкие пытаются утешить, но я как с цепи сорвалась, ухожу на улицу, просто прошу оба, не понимаю, что сейчас делать. А зачем и для чего сейчас что-то делать? Почему просто вот мне, условно говоря, не отдаться этой боли, которая у вас есть? Это нормально. А после завтра по Украине я не готова на раненую, если не, значит, ну, если вы, так, после завтра по Украине я не готова, если не появились родственники будут меня считать не пойми кем. Да? То есть даже здесь вы как-то вот опираетесь на, ну, как-то вот на других людей, да? То есть как бы сами вот на себя не опираетесь на свою какую-то, ну, позицию, получается. Вот. Вот. Дальше. Учиться, если расходить в университет, мысли и воспоминания о детстве хорошим детстве не дают покоя, они как карусель помогите в прошлом. А что это за мысли? То есть, ну, какие чувства, какие чувства они у вас вызывают, ну, какие чувства у вас, эти мысли. Вот. То есть, ну, что это за мысли, вот? Ну, натуральные. То есть это не просто мысли о детстве, это вот, это вот какое-то чувство, какое-то состояние. Так. Так. Дальше. Значит так. Помогите. Прошу. Спасибо за ответы. Ну, вы знаете, я бы вам порекомендовал быть здесь примерно следующее. Я бы порекомендовал вам, значит, быть человеком сейчас, который может вас услышать, побыть рядом, просто вот ему как бы проговорить, визуализировать все, что с вами происходит. Вот. Желательно, чтобы это были не родственники ваши, там есть родственники, но родственники ваши, очевидно, немножко и на своей волне, с одной стороны. Вот. И, с другой стороны, они, как бы, ну, не могут вам, они не могут вам сейчас дать вот ту обратную связь. Которая вам нужна. Вот. Понимаете, да? Вот. Вот. Поэтому вам нужен совершенно очевидный, ну, немножко другой человек. Так. Так сказать. Который бы просто побыв, умерял. Вот. Это может быть психолог. Это может быть ваш друг. Вот. Ну, и потом, вот, после, вот, вот, пары дней, да. Вот. Вот, вы можете посмотреть в интернете. В интернете. А, а. И, соответственно, увидеть, как с ней примерно нужно работать, что есть стадия определенная, и что вам вот эти все стадии нужно прожить, так сказать. Лучше слово вместе со психологом. Такой ответ я могу вам дать. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, кто позволит вам начать на свою работу. Обращайтесь.